Россиян ждет аномально снежная зима. Больше всего осадков, синоптики, прогнозируют югу страны, Сибири и северу Дальнего Востока. Об этом говорится на сайте Центра погоды ФОБОС. Специалисты напоминают, что в последние недели, на фоне энергетического кризиса в Европе, все громче слышны голоса метеорологов о суровой снежной зиме в северном полушарии. Ее ледяное дыхание уже ощутили в России, за Уралом. Первая в сезоне Пурга обрушилась на Чукотку. Непогода привела к задержке авиарейсов и отмене уроков в школах региона. Дорожное движение осложнилось и в других регионах Дальнего Востока. Основательно замело Ямал и Таймыр. Под снегом скрылся новый Уренгой. В Норильске из-за снежной каши на дорогах произошли первые ДТП. В одной из аварий поучаствовал автобус. В начале прошлой рабочей недели во власти снежного шторма оказался Южный Урал. В регион пробился арктический холод. В Челябинской области метеостанции зафиксировали образование снежного покрова высотой 11 сантиметров. Метели также пронеслись по Башкирии и Оренбургской области. Зима наведалась в Сибирь. Томск сковала гололедица. Скользко было и в Кемеровской области, местами здесь прошли настоящие метели. Столь ранняя репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике. Об этом говорилось мало, но в этом году льда в акватории Ледовитого океана оказалась почти на миллион квадратных километров больше, нежели в 2020 году. В последний раз столь значительный сбой работы тепловой машины, разрушающей полярную шапку планеты, наблюдался лишь однажды, 6-7 лет назад. Нельзя утверждать, что такие процессы — свидетельство разворота глобального тренда. Но очевидно, что сохранение значительных массивов льда в Арктике окажет существенное влияние на погоду северного полушария зимой. В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты. А ведь в его зоне у поверхности Земли смещаются циклоны. Это спровоцирует увеличение числа вторжений из акватории Ледовитого океана. С другой стороны, это приведет к интенсификации западно-восточного переноса воздушных масс. В результате на большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в Верховье Хаби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. Так что города России, наступающие зимой, заметят больше обычного. Например, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. Но это еще не самая значительная аномалия. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в полтора-два раза выше многолетних значений, прогнозирует в Фобосе.